добрый день дорогие друзья тема нашей сегодняшней лекции это древние бриты кельты и иберийцы заранее прошу прощения я немножко приболела поэтому говорю слегка в нос и так древние бриты по-другому их называют бритоны или брить и в общем то это не так важно потому что существуют совершенно разные написания названия этой этнической общности так вот бритты это название кельтских племен которая появилась в эпоху существования римской британии то есть когда британия стала римской провинции кельтские племена начинают заселять британию с 8 века до нашей эры но о настоящей колонизации мы можем говорить только опираясь на какие-то исторические документы а все-таки они датируют настоящее массовое переселение третьим веком до нашей эры письменных источников чрезвычайно мало убритых и тем более мало тех которые могли бы быть читабельны для обывателя в целом необходимо отметить труд греческого путешественника пифея который до наших дней не сохранился но откуда мы о нем знаем на него ссылаются такие авторы как тацит страбон и юлий цезарь так что да мы имеем дело с определенной этнической общностью кельты распадались на множество племен это число не сравнить например со славянскими племенами я приведу только самые известные и легкие для запоминания это самое крупное племя бригантов канти и регны вот один и первоначально бритты жили общинно-родовым строем если говорить языком маркса или по-простому как нас учили в школе у них была родоплеменная организация то есть вся общественная власть бриттов основывалась на кровно-родственных связях рот вел происхождение от общих предков по всей видимости вот тех самых кельтов что когда-то пришли в британию с материка откуда мы это знаем откуда мы знаем уклад жизни древних бритов дело в том что цесарь в записках о гальской войне вкратце описал их повседневный быт и из этих свидетельств мы делаем выводы что бритты находились буквально перед римским завоеванием на этапе такой поздней первобытности как мы знаем в середине первого века происходит римское завоевание и британия становятся римской провинции но какого-то существенного переворота сознание бритов это завоевание не произвело они упорно сохраняли свои традиции родовую общину они постоянно бунтовали против римской власти и в общем то только к пятому веку нашей эры брит уже перешли на навязываем и на вменяемый им язык религию соответственно эти языки и диалекты во многом поддались латинскому языку и сами при ты были обращены в христианство интересным источником для нас служит история бритов составленная историком ныне в 9 веке хотя авторство ныне оспаривается и сама история содержит такие полу легендарные сюжеты это наиболее интересный источник для нас по ряду причин во первых не вызывает сомнений его аутентичность во вторых он целиком посвящен интересующий нас теме то что там повествуются о бритах в третьих это самый древний источник который известен на настоящее время в котором есть упоминание о короле артуре познакомиться с ним на русском языке есть возможность на сайте восточная литература то есть можно так вот и загуглить а если вот в адресную строку то это будет владельницей востлит . инфо восточная литература . инфо 2 интересный источник который кстати можно встретить на этом же сайте это история королей британии или по-другому все даже история бритов авторство писателя и священника 12 века гальфрида монмутского у нас к сожалению не влезла монмутского его как бы вот второе имя но на слайде есть книжка с его произведениями поэтому искать довольно легко документ представляет собой описание правления британских королей что явствует из названия и эта книга также стала фундаментом для множества мифов и легенд с исторической точки зрения достоверной информации в этой книге не так много но с точки зрения средневековой литературы такой первый содержательный материал во первых по истории короля лира того самого о котором писал шекспир и содержит также уже последовательную обработанную легенду о жизни короля артура именно гальфрид открывает нам известную версию первоначального заселения британии своей первой книги и сейчас мы познакомимся с этим произведением конечно же очень так вкратце по мнению гальфрида британию основывает потомок троянского героя и не и о котором мы однажды уже говорили в одной из лекций этого потомка зовут брут троянский и для средневековых авторов эта точка зрения стала общеприняты свой труд гальфрид начинает уже знакомой нам истории ные и заодно объясняет откуда появился брут он говорит по окончании троянской войны ный спасаясь после падения трое с сыном прибыл на корабле в италию радушно приняты там царем латином он возбудил против себя ненависть турна царя рутулов и с ним сразился и в этом поединке на я держал верх над царем и убив его овладел царством италии и получил в жены лавинию дочь латино по кончине мая облеченной царской властью его сын асканий основал альбу на тибре и породил сына имя коему было силей уже знакомой нам история последний поддавшись соблазнам тайной любви вступил в связь с племянницей своей бабки лавини и девушка от него зачала когда об этом узнал асканий его отец он повелел своим прорицателем установить младенцем какого пола беременна девушка дознавшись истины прорицатели объявили что в чреве у нее мальчик которому суждено умертвить своего отца и свою мать и что обойдя изгнальником многие земли он достигнет в конце концов вершины славы это прорицание не обманула их ибо когда наступил срок родов женщина произвела на цвет мальчика и рожая его умерла его отдали на попечение побивальной бабки и нарекли брутом впоследствии по прошествии трех пятилетий 15 лет подросток сопровождал как-то отца на охоте и убил его нечаянно выпущенный в него стрелой ибо когда слуги погнали на них стадо оленей брут стараясь поразить дичь пронзил своего родителя насмерть попав ему в грудь по смерти отца брут подвергся изгнанию из италии ибо все родичи были возмущены столь непостижимым его злодеянием и далее изгнанный брут после скитания возвращается к троянцам которые признают родство действительно и брут покоряет местные племена гальфрица подробно описывает в своих книгах военные периптии сообщая что после покорения соседних племен брут основал королевство покончив с разделом королевство брут загорелся неудержимым желанием выстроить город стремясь осуществить это намерение он обошел вдоль и поперек всю страну чтобы найти подходящее для этого города место подойдя к реке темзи он прошел вдоль ее берегов и обнаружил пригодное для воплощения своего замысла место и так он основал город и тут же назвал его новой троей по мнению автора истории бриттов это новое трое и есть как бы основанный брутом будущий лондон было ли действительно основана некое городище которое предшествовало римскому лондону так называемом конечно или нет сейчас сказать невозможно по крайней мере если опираться на археологические данные есть общая такая принятая точка зрения что столица англии была основана римлянами которые вторглись британские острова в сорок третьем году нашей эры и почти что сразу спустя буквально там 50 60 лет он стал столицей столицы римской британии это все на сегодня что хочется отметить о древних бритах надеюсь такой формат когда мы читаем источник вам зашел и побудет вас к самостоятельному чтению исторических документов а мы тем временем переходим к древним иберам теперь мы поговорим об иберах иберы это древнее население южной и восточной испании которая говорила на неиндоевропейских языках прежде всего нужно отметить что слово иберы как название народа не универсальное потому что иберами называли не только героев нашей лекции думаю вы знаете что также существовало государство иберия на территории современной грузии и вот это кавказское население упоминается ничуть не реже чем население испании но безусловно исторический кавказ развивался гораздо медленнее думаю вы это видите и в современной истории в той политике которая нас окружает понятное дело что развивался он медленнее не только в последние два столетия но и в древности население пиренейского полуострова конечно контактировала с греками с греческой цивилизации гораздо раньше чем население кавказа и первые письменные упоминания оба первых из испании связаны с именем историка гикотея милецкого они относятся к шестому веку до нашей эры и главнейшим центром иберийской культуры была южная часть испании это современная современная андалусия по данным античных авторов на этой территории находилась такое государство тортес которая была основана во втором тысячелетии до нашей эры но она довольно быстро распалась и сейчас конечно но уже не существует настоящее время довольно трудно как-то конкретно локализовать место обитания иберов в испании потому что такие вещи как правило исследуются по ряду признаков в частности это анализ языка а вот даже этот вопрос до сих пор обсуждается учеными иногда под словом уберы понимают все население испании в древности есть и другая версия она гласит что со временем культура кельтов стала основной на западе и севере современной испании она представлена у нас на экране а на юге осталась доминирующей иберская культура собственно по этой версии в центре испании эти культуры смешиваются и образуются всем известные кельтиберы но опять же соединение этих двух народов и культур впоследствии распространяется на все восточное побережье испании и получается что мы опять возвращаемся к тому что есть некий единый этнос который образовался в результате смешения предыдущих двух достоверно же мы можем сказать о влиянии финикийцев от которых иберы переняли основной принцип письменности переняли формы знаков и букв бесспорно влияние греков в связи с устройством греческих колоний и это влияние прослеживается не только в связи с анализом алфавита но если мы посмотрим религию беров то дурим завоевание она была достаточно самобытной существовали местные божества хотя не были похожи на божества традиционные то есть был культ бога солнца до знакомый нам совершенно в любых вариациях от это например египет то вот или там неважно в общем или культ богини матери опять же совершенно любые встречается подземные божества и также обожествили животных в частности быков помните первые обнаруженные наскальные рисунки в испании это ведь тоже отсылка был изображен бык в этой пещере опять же отсылка на вот такие зооморфные верования образование такие в сфере культуры от иберов сохранилась достаточно богатая культурное наследие которое хранится сейчас в музеях испании в открытом доступе на экране у нас сейчас скульптура так называемая дама из эльче другой знаменитой скульптурой также принадлежавший рукам иберов является дама из басы обратите внимание она сидит неподвижно мы видим что мастер не пытается показать нам что она двигается но посмотрите насколько тонко сделано лицо как вот переданы эти головные уборы и украшения конечно здесь очевидно влияние античной скульптуры конечно иберы делали придумывали это все не самостоятельно да видно некое копирование изображались не только люди как раз таки в силу особенности религии изображались быки и всякие придуманные животные которые были также найдены в центре испании и как раз таки когда иберы изображают животный мир прослеживается четко влияние такого древнего востока кроме того иберы занимались и посудой это вазы и широкое распространение получала роспись вас на стенках вас встречаются совершенно разные мотивы это и геометрические или же какие-то сцены из жизни музыка танцы или погребальные процессии и по этим вазам собственно ученые делают вывод что какие-то празднества определенные культы играли большую роль в их жизни кроме того в искусстве иберов было очень развита обработка металла дело в том что испания как регион была богата рудой и именно этот ресурс впоследствии будут выкачивать оттуда римляне откуда мы же откуда же мы знаем про все вот эти памятники культуры почему они сохранились но потому что конечно же они делались на продажу и например мы также знаем что иберы занимались керамикой такие изделия были найдены довольно далеко от испании например во франции или в северной африке то есть просто продавали и они сохранились до наших дней так я немножко отошла темы это мы все говорим получается о влиянии римлян финикийцев греков на культуру иберов но все попытки проследить следы до пока носят характер гипотез что было с иберами откуда они пришли что за язык у них был до того как они стали контактировать с другими народами опять же совершенно разные версии но все это на уровне гипотез есть варианты что иберы появляются впервые на юге испании пройдя в нее из африки через галию и но какую-то четкую историю проследить трудно еще и потому что племена иберов развивались совершенно в разном темпе на экране вы видите перечень основных иберских племен и как и в случае с ранними бритами для иберов большинстве своем было характерно было характерно поддержание родоплеменного строя то есть основное население занимается земледелием а скажем там в горных районах страны скотоводством но есть и примеры государственных образований они основывали небольшие города государства и собственно как мы характеризуем совершенно любое общество это закон истории также мы можем судить и об общественном устройстве иберов а именно там где области были более развиты там где племена создавали какие-то свои ранние государственные объединения там конечно разделение такая социальная дифференциация на богатых и бедных была более явной там где сохранялась господствовала родовая община это разделение было видно меньше по понятным причинам опять же да само слово община предлагает что все общее это совершенно не условия жизни другая экономика аграрная вот а там где имелась какая-то более менее развитая иерархия там конечно разделение на богатых и бедных было выражено более ярко и каждое такое государственное образование возглавлял вождь возглавлял каждое племя римляне называли его вот этого вождя царем вот ну конечно он не был каким-то самодержавным правителем он все же советовался с некой элитой верхушкой общества иберов можно назвать его условно совет старейшин о нем также неоднократно упоминают греко-римские историки именно в такой формулировке что же что касается всех племен иберов мы их перечислять не будем самые важные мы посмотрели почему не будем перечислять во первых здесь необходимо отметить о многочисленности населения испании именно иберами под плене старший насчитывает свыше 500 племен совершенно нереальное число и конечно отношения с римом при такой многочисленных образованиях где в каждом вот таком микро обществе свои порядки эти отношения были сложными иберы были еще более уперты чем бритты римлянам удалось починить иберов только почти после полувека войн но в общем-то после этого дела римлян в испании пошли как по маслу строго говоря иберы стали для римлян своеобразной точкой опоры в испании стали для них штабом военной базы если угодно и именно оттуда в течение последующих двух столетий они продолжали покорять территории испании кроме того в испании думаю каждый понимает и сейчас в курорты это благоприятный климат он похож на климат италии это плодородные почвы не везде конечно да там есть горные районы но побольше по большинству да все это было соблазнительно для проживания там не только для устройства колоний до для выкачки ресурсов но и для простого проживания на территории поэтому после римского завоевания римляне строят там свои города и опять происходит взаимовлияние культур взаимообмен различными ресурсами общественный строй иберов мало-помалу становится похож на римский то есть иберы берут у римлян какой-то социальный образец устройства общества взамен римляне заимствует у иберов сырье и полезные ископаемые к первому веку нашей эры иберы смешиваются с римлянами настолько что по сути растворяются исчезает язык иберов это кстати усложнило расшифровку этого языка язык иберов был расшифрован только в середине двадцатого века исчезает письменности беров да и религия становится просто рудиментом конечно никто уже всерьез не поклоняется культу иберов на тот момент притом именно в период образования римской державы начинается активно использоваться само слово испания да как название всего полуострова происхождение этого слова до сих пор не ясно в связи с историей древней испании античной я рекомендую вам книгу вот это самая классная книга скриньте по иберам это очень интересная книга кроме нее конечно есть еще и другие труды они уже но чуть более сложные значит эта книга зарубежного историка если говорить о русскоязычной какой-то книжки то есть еще труд мишулина мишулина тоже книга выпущенная в середине двадцатого века там год издания 1952 или 50 примерно вот и называется книжка античная испания античная испания вот но как бы если и наконец мы поговорим о кельтах конечно кельтах известно гораздо больше чем об ритах известно гораздо больше чем об иберах по понятной причине и конечно по кельтам есть очень очень много литературы совершенно на любой вкус сейчас я вам покажу вместо списка литературы как найти именно то что нужно вам качественные книги друзья заранее извиняюсь за качество съемки просто что-то не нашла программу на mac для записи экрана хочу вам сегодня показать вот эту группу запоминаете как называется книги скачать советы литература именно в этой группе есть шикарная подборка книг о кельтах как их здесь найти в первой же записи на стене мы видим ссылку на поиск на стенке то есть в этой группе мы нажимаем сюда все удобно и вбиваем нас интересуют кельты все ставим искать посмотрите вот вы я даже не стала вам делать список литературы потому что у каждого свои интересы относительно кельтов вот здесь есть совершенно любую тему это оружие это повседневная жизнь кельтов языческую эпоху это кельтская британия британский поход клавдия мы видим ну то есть совершенно политические структуры кельтов верховный бог древних кельтов то есть совершенно разные книги так что я даже не посчитала нужным делать какую-то выборку мне хочется чтобы каждый из вас посмотрел то что интересно именно вам совершенно разные монографии целый список и причем они все разные не совершенно все разные так что заходите смотрите я напомню вам что эта группа книги скачать совет это конечно реклама это не моя группа просто хорошая группа в которой подписаны множество историков преподавателей мгу и других университетов и в общем населяла большую часть западной европы в древности кельтам сейчас относятся бритонцы гэлы уэльцы кельты это первый народ чье название нам в принципе знакомо это первый народ который заселил земли к северу от альп первый народ о котором мы знаем и впервые мы узнаем о кельтах конечно же от античных авторов античные авторы считали что кельты это некая группа близкородственных племен и для них кельта это была просто некая общность которую можно было бы противопоставить другим племенам ну так общность общностью например ибером просто можно противопоставить кельтов лигурам или германцам неважно информацию античные историки предоставляют скудно то есть например известный нам уже геккотей которого мы уже неоднократно упоминали он вспоминает кельтов в связи с рассказом о греческой колонии массалия и упоминает что массалия находилась рядом с владениями кельтов геродот своей истории упоминает кельтов совершенно случайно он локализует исток дуная рассказывает где именно находится эта река и говорит как раз таки что кельты это практически самый западный народ европе и заселяет обширные территории сам термин кельты для греков обозначал некую общность самых разных племен а что касается античных авторов и историков то никто не применял это слово конкретно в отношении народов британии и ирландии вообще в нашем обиходе слова кельты появилась как раз таки и 18 веке и она стала применяться самых разных областях думаю каждый из нас слушал типа кельтскую музыку которые таковой вообще не является да или например слово кельтская кельты порой употребляется связи с каким-то видом искусства христиан и так далее то есть совершенно с несвязанными вещами язык кельтов для нас интересная загадка потому что не так много осталось источников на кельтском языке без труда перечисли почти все во первых это какие-то сохранившиеся надписи на священных алтарях на памятниках надгробиях конечно можно сюда отнести также надписи на латыни и греческом которые передают отдельные какие-то кельтские имена названия слова во вторых это надписи на монетах нумизматика ну и самое распространенное это какие-то географические наименования например там название рек озер поселений гор так далее как я уже сказала античные авторы разного времени под словом кельты понимали совершенно разные порой общности почему сейчас уже непонятно но многие сходились во мнении что так называемые кельты дождественные галлам и галатом приведем яркие запоминающиеся примеры возьмем цезаря у цезарь говорил что галлы называют себя кельтами знак равно между ними стоит идиодор вообще не придает значение какой термин использовать то есть для него что галлы что кельты что галаты все одно и то же конечно нам все-таки стоит по максимуму выйти из этой терминологической путаницы и пожалуй начнем мы с галлов вот галлы известно что галлы во первых контактировали с этрусками и более того они по сути изгнали этрусков которые к тому времени уже ослабели из-за долины реки по древние историки считали что галлы пришли откуда-то северо-запада и кстати это действительно подтверждают археологи и подтверждают в процессе раскопок то есть получается что народ двигался к альпам откуда-то с территории современной швейцарии ну и части германии и античные авторы также свидетельствуют о том что но они уже были известны определенные названия племен пришедших с севера это так называемые инсубры которые основали город называвшийся в древности медиалан сейчас называется милан это синоны и лингоны и так далее то есть у нас есть определенный набор племен названий и таким образом кельта представляли собой в определенном смысле кочующий народ кочующий да в принципе опять же здесь ярким примером может выступать борьба кельтов с римом то же самое относится галатам галаты тоже в своем роде народ который живет набегами и грабежами но галаты довольно долгое время оставались независимыми и изолированными они гораздо менее известны например моя первая ассоциация со словом галаты да это послание апостола павла к галатам то есть галаты в данном случае это была некая христианская община название которой получается дали именно эти племена ну тут можно заметить что в первом веке нашей эры до нашей эры галлия входит состав римской империи и именно тогда привлекает внимание жителей римской империи самый древний в истории кельтов период по своему вектор развития конечно совпадает с историей бриттов и беров и как бы формате нашей лекции мы именно так разделяем вот эту совокупность племен но это и господство родоплеменного строя совпадает и развитие в использовании металла я предлагаю установить наше внимание на каких-то интересных особенностях культуры кельтых на непохожести потому что это похожие моменты озвучивать в третий раз мне кажется бессмысленным вот например археологии любой народности всегда подразделяется на так называемые культуры это некие культурные веки которые связаны какими-либо особенностями ну как правило так как это археологические веки то есть археологи то придумали то получается что это эпохи связанные с особенностями изготовления орудий труда в определенную эпоху характерных изделий и вот случае с кельтами я предлагаю посмотреть культуру колоколовидных кубков то есть почему колоколовидных потому что они похожи на колокола да мы видим как они выглядели конечно изготовление таких кубков связано с гончарным кругом с развитием мастерства изготовления таких изделий как выглядели кельты на экране вы видите современный образ кельта да как описывают но как нам представить вот их внешний облик то по-настоящему ну в первую очередь скажу что античные авторы описывали кельта довольно подробно и это было несложно так как греки кельтов отличали очень легко от любых других варваров кельта были высокими светлокожими у них часто были голубые глаза и светлые волосы на картинке мы видим рыжий куда цвет волосы сейчас это популярно связано с ирландии но античные авторы все таки указывают на белокурые волосы с другой стороны думаю вы мне возразите если там скажем по такому принципу определять кельтов до голубоглазые блондины то также можно отнести к ним половину населения средиземноморья ну конечно есть другие черты например это короткие бороды зачесанные назад волосы которые они прилизывали с помощью известнякового раствора нам об этом повествует диаскор кстати да знаете возвращается мода на мужские прически уложенный назад спустя тысячелетия но я говорю именно об образе кельта мужчины потому что практически нет каких-то внятных описаний кельта женщины везде что в общее в основном что-то не были такие красивые крепкие там не уступали мужчинам и так далее ну в общем знаете такие женщины амазонки но помимо вот таких однозначных свидетельств то на словах вербальных конечности другие источники во первых это изобразительное искусство да мы смотрим как они сами себя изображали как изображали другие народы во вторых это кельтские погребения которые исследуют специалисты ну конечно кельтских погребений которые были бы пригодны к исследованию к конструированию внешнего облика их очень мало но с другой стороны и технологии на месте в принципе не стоят потому что вот давайте приведу пример еще 50 лет назад мало кто мог подумать что мы можем там увидеть достоверный портрет елены глинской например тут тоже самое то есть сохранность останков она обычно невысокая что спустя 700 лет что спустя там 2000 лет на самом-то деле и среди большого количества территорий и областей где расселялись кельты нас скорее интересуют как я понимаю британия и ирландия если это не совсем так давайте обратную связь мы поговорим в следующих лекциях о других регионах британия характеризуется кельтским населением которое большей части занималась земледелием и сельским хозяйством где сочеталось возделывание земли со скотоводством но с превалированием все-таки земледелие в то время как в ирландии население давала предпочтение скотоводству земледельцы британии так опять же когда вот у них шел акцент на урожай они использовали такую новинку до того времени глубокие ямы в них они хранили зерно в британии же сохраняются укрепленные поселения а в ирландии они встречаются очень редко и в таком недостроенном виде если тезисно пройтись по 10 интересным моментом вообще вот в повседневной жизни кельтов то конечно много них известно это здорово интересно изучить какую-то военную сторону жизни кельтов я предлагаю вам посмотреть приемы ведения боя у кельтов эту тему очень много информации до на тему того как выглядели всадники да как они осваивают это воинское искусство конечно же пиры и в честь победы и совершенно отдельный блок информации который мне кажется даже в лекцию отдельно не вместится это конечно кельтская религия это и на эту тему и памятники остались у нас источники и как это говорится картины то и живописные источники это очень интересно дал кельтов совершенно особенно иконография ну и конечно когда вот если кто будет дополнительно читать можно посмотреть информацию про кельтские святилища тоже очень интересно к тому же очень много изваяний сохранилась причем совершенно огромных размеров до двух метров да вот поэтому на сегодня мы заканчиваем действительно получилась такая обзорная экскурсия по основным народам этих территорий я предлагаю всем все-таки ознакомиться с книгами посмотреть материалы потому что ну это короткие статьи в интернете встречаются но совершенно не стоит пугаться монографии они почти все написаны очень простым языком очень интересные всем спасибо за внимание